всем привет с вами олег вараршер и сегодня мы поговорим с вами про мамбу да не простую а немножечко модернизированную со мной связался виталик из майнхантера дал этот арбалет дал приклад и сказал твари поэтому сразу обозначу то что за это видео мне не платили это моя инициатива так что давайте разбьем эту мамбу если получится собственно что я сделал вместо стандартной рукояти я приделал планку вивера на которую теперь можно поставить сошки фонарик штык-нож или цевьё какое-нибудь удобное и был приделан приклад от fab defense который также легко складывается и арбалет становится таким же маленьким как и было раньше в общем то я то подумал и план у меня такой сейчас я пристреляют арбалет на максимальную дистанцию на которую позволит прицел и отстреляю его сначала без всего то есть как от арбалет продается единственная вот цевьё оставлю ну чтоб не менять потому что это долго а я посмотрим на кучность на результат и потом я постреляю то же самое уже с сошками с прикладом и посмотрим насколько поменяется точность а еще замерим скорость правда хронографа у меня нет но есть один способ короче дошел я до 50 там с копейками метров и хотя прицел позволяет ставить еще дальше но я сделал не буду потому что стрелы уже достаточно сильно раскидывает по счету и это видно как стрела вылетает вылетает она прям кривая вот даже это заметил и подснял на телефон на 960 кадров в секунду чтобы было видно как она вылетает и если посмотреть на хвостовик то видно как то видно кто что одну сторону вот видите с одной стороны есть черная полоска с другой нет вот это полоски того что стрелу вдавливает в направляющую вот по этой причине я дальше 50 метров уже стрелять не буду но если сделать нормальные веревки про веревки мы поможем поговорим на этом арбалете если сделать их нормальными то этот арбалет может гораздо больше а сейчас давайте постреляем на 50 метров и посмотрим что этот арбалет может я знаете как сделаю сначала для с прикладом а потом сниму его и без него отстреляю но вам покажу в обратном порядке потому что хорошему надо показать сначала без приклада потом с ним но я боюсь что без приклада на 50 метров я вообще хрен куда попаду и потеряю все стрелы поэтому я сделаю наоборот а вы увидите уже в обратном порядке давайте стрелять короче снимаем сошки снимаем приклад приклад держится всего на одном болтике правда на длинном вот и все короче говоря сейчас мы постреляем я надеюсь что я стрел не потеряю потому что я еще обещал показать как мерить скорость без хронографа я даже не знаю как с него стрелять теперь ну все попал тоже странно слышите да стрела не плотно лежит на направляющей непонятно почему а вот да смотрите точно то имейте ввиду когда вставляете стрелу важно следите чтобы перья ни во что не упирались на что на обычно арбалет пофигу там чуть-чуть влево вправо никакой роли не играет сетива когда хватает стрелу она все равно и выпрямляет надо и все летит куда надо а тут прямо это ну и не знаю как начнет как это сказывается на стрельбе но стрела прям вот болтается как не знаю как как на барната кто знает насчет брака баранта шутку поймет вроде фит тоже попал пойдем глянем пока ходил за стрелами арбалет прошел небольшой crash тест упав отсюда на пол пол метра где-то нет метр по ощущениям скажу что штука приятная ничего не лифтит ничего не болтается даже эта штука она на магнитике вообще удобная штука вот механизм введения мне прям нравится не устаешь хоть и достаточно тяжко он возводится в плане пассива натяжения но при этом никакой усталости никакой дискомфорта это не вызывает кстати тут есть еще один минус то что предохранитель можно снять даже без стрелы ну и дайте последнюю серию в таком виде а то еще с бродхедами пострелять хочется вот еще знаете чем мне не нравится это вот это вот кольцо на пригладе потому что когда ты берешься вот в рукоять так сделано что она иногда вот так вот западает и начинает уже мешаться но фигня его можно снять в принципе не проблема ну в общем то говоря результат такой ну вот это единственное на которой далеко отлетела все остальные были где-то тут то есть ну лист опять получается разброс и это еще надо учитывая что во первых родные веревки которые очень плохие и во вторых я простите и во вторых я я как бы крайне хреновый арбалетчик точнее не арбалетчик вовсе так что если вы покупаете арбалет сразу же меняйте тетиву сразу же менять его потому что сейчас вот когда я только взял первые пять выстрелов и все вся обмотка уже везде разъехалась и это я еще не говорю про то что эти веревки постоянно тянутся что очень важно на арбалетах с маленькой а то чем меньше а то тем все вот эти микроскопические расстройства арбалета сильнее проявляются на точности точно так видно разброс достаточно большой но при этом надо не забывать то что во первых я хреново стреляю а во вторых родные веревки родные веревки это полный отстой а сейчас давайте посмотрим как стреляет этот арбалет после модификации супер мамба да чуть не забыл сейчас же мы должны еще на скорость пострелять и пострелять с бродхедами для этого мы станем на 20 метров сейчас я быстренько пристрелил арбалет вам показывать этого не буду и покажу как что делать в общем то и я тут в чем я поставщик на 20 метров часто ровно на 10 метров то есть 10 метров до точки откуда я буду стрелять и от этой точки 10 метров то считать соответственно тут я просто оставлю микрофон и выстрелю и на записи мы услышим два щелчка и зная скорость звука 335 метров в секунду по разнице по задержке в этих щелчках мы сможем найти среднюю скорость за которую стрела пролетела вот эти 20 метров важно понимает что это средняя скорость за 20 метров это не скорость вылета стрелы хотя она близкая к этому ну я думаю можно там просто прибавить 1 2 фута в секунду и будет скорость вылета стрелы так что давайте попробуем тут надо немножечко пояснить вот наш график вот это выстрел вот это попадание мы берем измеряем расстояние между ними и смотрим время я делаю это в программе audacity а так принципе в любой то можно сделать и вот тут смотрим у нас на от выстрела до попадания прошло двести двадцать четыре тысячных секунды и мы берем просто расстояние наше 20 метров делим на это время двести двадцать четыре получается 89 метров в секунду короче говоря мне дали три стрелы сделанных из лучных из виктори но у них разные пенетраторы разные по весу поэтому собственно стрелы все разные сейчас я найду какую самую ровненькую подберу к ней самый ровненький китайский бродхед который у меня есть и посмотрим что из этого получится вот это стрела выглядит самый ровный давайте попробуем с бродхеда нет кошмар ну не кошмар но тоже нет кошмар так ладно это стрела с этим бродхедом а это так попробуем просто накрутите вдруг криво на криво и будет ровно вот смотрите криво на криво то есть прямо видно как бьется insert но наконечник при этом не бьется прикол в том то что вот эта стрела которая бьется посередине но наконечник ровный получилась прям лучше всех давайте ей постреляем прикольно то что изолоновый щит десятку этот арпалет пробивать насквозь стрела ходит по перья вот и закончились все наши испытания давайте теперь просто поговорим про сам арбалет скажу так когда я его взял еще до того как я придел к нему приклад пострелял с него и у меня остались хорошее впечатление ну типа прикольно но при этом постреляв с прикладом под после этого из арбалет без приклада вообще не воспринимается то есть просто неудобно с него стрелять все гуляют вот я на 50 стрелял у меня просто все дрожало мушка гуляла и вообще короче кошмар по сравнению с тем как он ведет себя с прикладом если говорить о плюсах то это компактность даже в таком виде смотрите какой маленький и легенький это вес и это мощность потому что это на самом деле по моему самый мощный арбалет пистолет который я видел но и недостатки у него конечно же тоже есть но это такие на самом деле не небольшие на мой взгляд недостатки я сначала думал типа когда вот разбирался с ним я думаю вот тут трос вот эти внутри да и как как вот если порвать порвется что с ним делать ничего с ними сделаешь я пытался разобрать вот кстати я ну я не смогу на самом деле достать эти штуки веревки хотя не то чтобы я сильно пытался я просто писал виталик виталик искал все разбирается не пальцы с колокий и не стал париться поэтому ну это не минус да если это действительно разбирается хотя почему нет вот следующий минус которыми был это прижимной прижимная планку тот язычок он сделан из пластика и в продаже их нет я специально поискал погуглил их нельзя нигде купить вот поэтому я сделал 3d модель если вам нужна по ссылке в описании она есть можете скачать и распечатать следующее это тетива на любом китайском луки или арбалете тетива всегда отвратительная и этот арбалет не стал исключением даже взяв этот арбалет только изначальный постреляв из него выстрелов не знаю 10 обмотка уже везде поползла а тут во-первых маленькая атака и это все очень сильно проявляется и во-вторых так устроены блоки то что тетива и тросы ну тросы в основном очень сильно изгибаются эти перегибы через модули они очень сильные поэтому там сразу же обмотка слетает вот так что если будете делать вот прям попросите чтобы в этих местах на тросах вам обязательно клали что-нибудь типа холон никакой 3d как или какие-то китайские китайские нити ни в коем случае только холло ну или что-то подобное короче жесткая жесткая нить нужно я кстати когда делал планку вивера я специально здесь не стал ее продлевать то что можно было поставить стандартный вот этот вот стремя потому что ну потому что иногда с ним удобнее взводить или потому что на него также можно будет поставить катушку для боуфишинга хотя катушку для боуфишинга можно будет теперь и на вивер поставить потому что есть такие крепления стандартное крепление от кольца например и переходник либо же я сделал просто штуку, которая на ВИР цепляется, и обычную рыболовную катушку на него цепляет. Тоже, в принципе, очень хорошая штука. Поэтому, не знаю, вот как прям таких критичных минусов я у этого арбалета не нашел. Мне он понравился. Вот я сейчас на даче живу, и я бы хотел себе такой арбалетик просто по кайфу пострелять иногда, и он легко взводится. Я не знаю, как люди стреляют из арбалетов, особенно из усиленных, ради удовольствия, потому что ты там выстрела, не знаю, 30 сделал, и все, и ты уже весь спотел, если это зима, и такой, да ну нахер этот арбалет, потому что, ну, как 80 килограмм каждый раз поднимать оно не надо. А так его достаточно легко взвел. Кстати, вот обратите внимание, прикладно он никак не мешает. Извинение арбалета взял, выстрелил. Вот, недостаточно то, что тут нет предохранителя. Так я могу сейчас взвел и без стрелы снять с предохранителя. Это так себе. Потому что, когда детишки будут стрелять, играть, вполне себе может произойти холостой выстрел. Я не знаю, выдержит ли она, выдержит ли эта мамба, холостой выстрел. Ну что ж, на этом, наверное, все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ждите новых видео, которые, может быть, когда-нибудь еще выйдут. Да, кстати, чуть не забыл. Смотрите, какой тут офигительный механизм заведения. Просто прикольно. Смотрите, какой тут офигительный механизм заведения.